На пятом ряду, четвёртом месте у нас артист музыкального театра Никита Воробьёв. Никита, доброе утро. Доброе утро. Никита не просто артист музыкального театра, он отработал там всего лишь первый год и за этот год успел поучаствовать во всех премьерах. И сейчас он нам расскажет, как у него ощущения от первого сезона. Ну, как ощущения? Устал. Ну, устал, хочу, да, в отпуск уже, но ощущения приятные, ощущения такого рабочего процесса, который прям наполнил меня. И сейчас с чистой совестью хочу отдохнуть. В преддверии последнего спектакля в этом сезоне в музыкальном театре, который состоится 23 июня, это «Римские каникулы», которые как раз были премьерой, Там одну из ведущих ролей играет Никита, он играет фотографа Ирвина. Расскажите нам, как вам, как вам, близко роль. Как роль. Ой, спектакль очень яркий, очень красочный, очень динамичный. Со смыслом спектакль начинается, как чёрно-белый фильм, и потом постепенно превращается в яркую красочную картинку. Меняется и мой персонаж, тоже, так же, как и главный герой с главной героиней. Ну, да, вот. А вообще персонаж у меня вместе со своей возлюбленной, это воплощение такой итальянской страсти. Мне было очень интересно поработать в этом направлении. Каково это, мы за эфиром поговорили, что Ирвин наполовину эстонец, наполовину итальянец. Да. Как это, играть в смешение такой крови? Как вы погружались в это? Как? Он просто немножко в некоторых местах, может быть, тормозит. Тормозит, да, чуть-чуть флегматичный, в некоторых местах не догоняет, но тем не менее. А потом как? А потом догоняет. А потом догоняет и ещё поддаёт. Белла, это перфекция, добра, 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 добра. Когда вы готовились к спектаклю, что-нибудь изучали на итальянском? Это песня, можно сказать, такое? А, у наут момента нет, нет, к сожалению. Но я знаком с итальянской культурой. Это же в первую очередь оперный вокал, оттуда тоже. А, я думал, кто-то кутунь, а там и челентано. И это тоже, и футбол. Нет, это всё как бы в общем рождает такую картину у меня, итальянского образа такого, что, да, что это более экспрессивный такой образ. И как-то это всё пособиралось с каких-то закромков. И потом... А как вообще, если говорить о всех премьерах, в которых вы участвовали в этом сезоне, это, я думаю, много спектаклей, как вообще ощущения после сезона, какие роли дались тяжелее, какие вам радостнее? Казались. Какие к вам ближе, к вам настоящему? Ну, Фан-Фан. Фан-Фан Тюльпан ближе ко мне настоящему. И она далась сложнее всего, потому что это главная роль. И она такая на износ достаточно. Остальные премьеры тоже очень интересные. И Средством Акрополуса. Я там играю Янека Прусса, который заканчивает жизнь самоубийством. И вот Римские каникулы, и небольшая роль в Пигмалионе. Они все очень интересные, очень разные, что самое главное. Но самое тяжелое пока и самое интересное – это Фан-Фан. Что-то, какие-то противоречия у вас в душе родились в этой роли, нет? С Фан-Фаном нет, наоборот, очень хорошо легло на меня. Но что спектакль очень физически такой. И нужно прям... Много двигаться, мы устали просто физически. Да, много двигаться, много петь, да, и работа на износ идет. То есть, если остальные спектакли можно там кайф получать как-то, и ты там уходишь, там, за кулисы отдыхаешь, то Фан-Фан ты постоянно практически на сцене. Фехтование, опять же, там, да? Фехтование, да, и все это на износ немножечко. За этот год, наверное, вы подтянулись в плане мышцы, нет? Да, нет, я иду нормально вроде. Скажите, ну, вы первый год в театре. Как так вы считаете, вам даже дали главную роль сразу? И даже зрители, я знаю, голосуют за вас все буквально за звание артиста «Открытие года». Да, я очень спасибо, хочу передать большое всем зрителям, которые голосуют за всех, потому что очень молодцы, что участвуют активно. Чем же вы всех таких берете, и режиссеров, и зрителей, что вот все вас выбирают? Не знаю. Вот такой, какой есть, такой есть. Если нравлюсь, хорошо, если нет, то, ну, значит, не судьба. Давайте после рекламы нам Никита расскажет, как он попал в музыкальный театр. А еще и споет. Да. Мы продолжаем беседовать с артистом музыкального театра Никитой Воробьевым. 23 июня состоится последний раз в этом сезоне «Римские каникулы», в котором Никита сыграл одну из ведущих ролей. И Никита такой скромненький, до рекламы он сказал, что не знаю, за что мне такой, какой я и есть. Такой там весь такой, короче, прям скромный. Как вы сюда попали? Да, в наш Новосибирский музыкальный театр. Ну, я вот учился в Новосибирском театральном институте по квалификации артист музыкального театра у Александра Евгеньевича Зубова. Вот. И потом уехал в Хабаровск на два с половиной года в музыкальный театр. Проработал там. Так что у меня был уже опыт, когда меня взяли сюда. Вот. Спасибо, Леонид Домиктович. А как вы попали в Хабаровск? Как в Хабаровск? По распределению. Ну, нет. Там распределения сейчас как такового нет. Просто позвали, предложили хорошие условия. Ну, и вообще хотелось пожить отдельно от родителей и попробовать себя. Но вам не понравилось, и вы решили сюда приехать? Да, я все-таки сибиряк, наверное. Какой-никакой. Дело только в городе, да? Менталитет, да, другое, конечно, там. А сюда вас позвали или вы сами пришли? Я сам пришел. Сам пришел и сказал, возьмите меня. С ноги открыл. Что, ему так вот прям взяли сразу? Нет, не сразу взяли. Очень долго ходил, очень долго просился и в итоге... А потом бац, и главную роль ему дали. Да. Прямо все так как-то складывается с ним. Ну, да. А может быть, дали, что он вроде испугается и сам уйдет. А он вот не испугался, понимаешь, и все сделал хорошо. И теперь открытие города. Давайте мы споем. Точнее, вы споете, а мы похлопаем. Да. И все услышат, что у вас артист. Ага, вот, кстати, насчет веселой истории. Перед тем, как меня пригласили к вам на интервью, сказали, что нужно спеть какую-то песню. Я не знал, какую песню спеть. Вы будете на Владимирский Централ? Нет, Владимирский Централ не буду, но... Я знал всего... Я очень плохо играю на гитаре и знаю всего 5 аккордов всего. Но при этом Никита пришел с гитарой. Чистосердечным признанием. Я пришел с гитарой, да, очень плохо на ней играю. Знаю всего 5 аккордов, но дело в том, что... На эти 5 аккордов ложатся миллионы песен. Подошла песня из «Римских каникул». Наш дуэт с Франческой, который называется «Соблазны». Все, мы слушаем. Мы на «Римских каникул». Сколько вокруг соблазнов, сколько красоток разных Вышел из дома и ап, попадали к ногам. Томные дарят взгляды, хищные носят наряды. Только имей в виду, меня ты не отдашь. Жаль, не забрешь тебя в клетку, хоть это было бы мило. Я так люблю тебя, детка, пусть все проходят мимо. Амор мио, амор мио, амор мио. Сколько мужчин на свете, всюду их можно встретить. Вышел из дома и ап, попадали к ногам. Но за свое я солнце, с каждым готов бороться. Так что имей в виду, тебя я не отдам. Жаль, не забрешь тебя в клетку, хоть это было бы мило. Я так люблю тебя, детка, пусть все проходят мимо. Амор мио, амор мио, амор мио. Никит Воробьев спел для нас. Тот самый, от 3-х годов. На Грушинский фестиваль ехать я считаю. С пяти аккордами. И даже не скажешь, вот если бы вы не сказали, зачем вы? Постромней человеке. Скромно компрометировали. Ну а есть какая-то роль мечты у вас? Типа как все девочки мечтают сыграть Джульетту. Я хочу сыграть князя Мышкина. Почему? Чем он вам нравится? Мне нравится. Не знаю, характером, мне кажется, очень ляжет на меня. Какой у вас характер у него? Скромный. Скромный достаточно и немножко такой не от мира сего. Мне очень нравится, как играет Миронов эту роль. Я думаю, что я могу что-нибудь новое внести в него. Но, к сожалению... А Яковлев? Яковлев я не помню. Я помню, по-моему, Смоктуновский или Юрский играл. Что-то мне вольется. Что-то вот, да. Мне тоже нравилось. Я бы не сказала, что вы не от мира сего. Вполне себе от сего. Ну-ка выкиньте что-нибудь такое. Я уже спел. Этого достаточно. Ладно, шучу. Но вообще, как пришли в профессию? Почему решили поступать в театральный, когда вы это поняли, что это ваше? Случайно ли вы туда попали или целенаправленно? Ой, да я экзамены сдал только историю и литературу. И с такими ЕГЭ можно было только поступать в театральный. Вы зачем все секреты сейчас рассказываете? Ну вот так. То есть вы не готовились к этому несколько лет, там, не учили какой-то репертуар? Нет, не готовился. Пришел на АБУМ, услышал то, что набирают музыкальный театр, Игорь Борисович, Тюваев. На гитаре вы никогда не умели играть? Не умею. А что это вы пошли в музыкальный? То, что пели хорошо? Я, да, в музыкалке учился очень долго. На чем вы там учились? В вокал академический. В вокал академический. И фортепиано. Ну, хорошо, что он с фортепиано не пришел. Хорошо, как попали в профессию? А помните свой первый поход в театр? Я ходил как раз-таки в театр музыкальной комедии, еще тогда назывался он сейчас, музыкальный театр. И ходил я на... Это был ваш первый театр? Это был мой первый театр. Судьба. И я ходил на джазе только девушки. Вот. И как эмоции, помните? Очень крутой спектакль, и очень много народу было, и прям так все музыкально потрясающе. А потом я ходил еще в Красный факел на ночного таксиста. И меня и тот, и тот спектакль зацепили очень. Но вот в джазе только девушки, видимо, больше. Ну а сейчас получается посещать театр? Зрителям, да, побыть и получается. Да, я хожу и в Красный факел хожу, и в музыкальный театр хожу, и в оперный иногда тоже. И хожу на какие-то концерты в филармонию. Что последний раз вы видели из зрительского зала? Посоветуйте нам сходить. Римские каникулы. В 23 июня приходите, в 5 часов будет награждение как раз. Вы смотрели из зала? Я смотрел из зала. А кто играл вашу роль? А вы дублируетесь, да? Да, мы дублируемся с Василием Халецким. Он тоже большой молодец. Ну как вы считаете, кто лучше играет фотограф? У нас разные они получились. У него полароид, а у Никиты у него Никон. Зеркал, да. Разные получились. Все партнерши у нас разные, поэтому вот так вот. Хорошо. Никита, так как вы пришли без истории, может быть, вы вспомните, то есть, с чем вы поступали в театральную? О! Ну так, посмотри, кусочек. В театральную, да. Я особо не готовился, и что в школе учил, с тем и пришел. С вороной и лисицей пришел, и пришел с бахчисарайским фонтаном. Вот. И какая-то проза, я ее быстро выучил пару предложений, слава богу, меня остановили и сказали, дальше не надо. Вот. Но это было здорово, потому что вороную и лисицу я каждое слово... Отыгрывали. Отыгрывали, то есть показывал. В вороне, где-то, бог послал. Кусочек и сыро там, ну как-то вот, в общем, каждое слово нужно было показывать. Руками показывали. Да, еще не Кулькова тогда была. Такой суфлер. Ну, типа сурдоперевод. Сурдоперевод. Тоже верно, тоже верно. А почему вы к нам пришли, да? Ну, мне мама сказала, что в педагогическом с мальчиками дефицит. Ну, конечно, у нас дефицит с мальчиками, но не до такой же степени. Никита Воробьев, артист музыкального Новосибирского театра 23 июня, приглашает вас на римские каникулы. Вы будете 23-го играть? Да. Спасибо, спасибо, Никита. Всем слушателям тоже спасибо за внимание. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.